МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Установлено, что 25 декабря авиационной и метрологической службой АО КАЗ Аэросервис дважды в 13.00 и 17.00 во все города, поддерживающие авиасообщение с областным центром Южного Казахстана, направлялись предупреждения о том, что в радиусе 50 километров над аэропортом города Шимкента образовано сильное обледенение в высоте от 300 метров до 7600 метров. Самолет еще в ноябре проходил техническое обследование в Украине. После Ан-72 успел даже налетать 40 часов. Это 30 взлетов и столько же посадок. Но теперь исправность машины вновь проверят те самые украинские специалисты. Они также привлечены к расследованию причины крушения авиамашины. Для участия в расследовании обстоятельств крушения самолета из Украины прибыли 7 специалистов Укрспецэксперта и авиационно-ремонтного завода Украина. Вопросов еще не возникало, чтобы привлекать зарубежных экспертов. А украинцы привлечены в связи с тем, что у них самолет недавно проходил ремонт. Поэтому представители этого завода прибыли и уже участвуют в расследовании. В Министерстве обороны сегодня сообщили, расследование дела может продлиться месяц. В Генеральной прокуратуре заверили. Результаты геномной экспертизы, которую проводят столичные специалисты, подготовят уже к концу этого года. Пока же родными погибших опознаны только 9 тел. Фамилии директора пограничной службы Турганбека Стамбекова и его супруги в их числе нет. Это подполковники Айтман Бетов, Досубеков, Шуканов и Рахман Вячеслав, майоры Ибраев и Голубев, старший сержант Кунакпай, сержант Доламбаева и младший сержант Вязиков. Опознание еще нескольких лиц, тела которых позволяют предъявить для опознания, еще сейчас, в данное время продолжается. Но я могу с сожалением сказать, что по большинству есть только фрагменты тела, которые подлежат идентификации только путем проведения геномной экспертизы. В ближайшее время в Генеральной прокуратуре ожидают получить и заключение казахстанских специалистов, которые занимаются расшифровкой из черного ящика. Помимо бортового самописца, эксперты изучают записи переговоров экипажа между собой и авиадиспетчерами. Проверяют даже документы самолета Ан-72 и образцы авиатоплива, вплоть до специальных жидкостей для обработки авиамашины.